Несемейные, несемейные, по личному снову росту. Я думаю, что нас ждет еще очень много благословений. Сегодня у нас такое служение, когда мы можем, даже если при желании, можете в будущем брать свидетельства и передавать привет своим родным в Белоруссию, потому что сателлит нам дал возможность до китайской границы. Поэтому сегодня хочу от нашей интернациональной церкви в Болгарии поприветствовать всех, кто нас смотрит в России, в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении, Грузии. И можно перечитать еще очень долго. И просто все это благодаря нашему Господу. И я верю в то, что это неспроста. Болгарская церковь также будет вещать через этот сателлит. И все болгары, которые живут на этой территории, которые, например, я лично знаю болгар, например, наш хороший общий знакомый Михаил, уверовал, он болгарин, который родился уже на территории Казахстана, потому что когда-то болгары приехали в Казахстан помогать. И они там остались, они там осели, родили своих детей. И эти дети родили еще одних детей. И вот в прошлый раз я рассказывал о том, что в этом наркологическом центре, в Центре реабилитации для наркозависимых, очень много бывших уже наркоманов, наркозависимых начали рождать здоровых детей. И вот один из них – это Михаил Болгарин, который женился на русской, и у них уже, по-моему, пятеро детей. И это чудо, потому что когда они пошли на гинекологическую консультацию, им сказали о том, что забудьте вообще о том, что у вас будут дети, ну просто на самом деле, ну просто забеременела, иди делай аборт, потому что у вас ничего нормального родиться не может. Но они доверились Господу и родили пять здоровых детей, которые сегодня такие пуша здоровьем, и мы их пригласили, кстати, в Болгарию. Поэтому можете смело выходить со свидетельствами и передавать, говорить, вот я, у нас есть люди из Казахстана, с России, из Белоруссии, я помню, что были сестры, которые из Киргизстана тоже, но это в основном в летний период. Передавайте своим родным привет. И мы еще раз приветствуем от нашей интернациональной церкви в Болгарии, город Варна. Сегодня я хотел бы поделиться такой темой ожидания откровений сынов Божьих. Это место, буквально вот этот стих, он написан в послании апостола Павла к римлянам, в 8 главе. С 12 стиха мы можем прочитать вместе. У кого есть Библия, откройте вместе со мной, у кого нет, кто забыл, то можете смотреть на проектор. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, имеется в виду духовной смертью. А если духом умерщваете, дела плоские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божьим, суть сына Божия. Давайте мы это запомним. Вообще, этот стих надо знать наизусть. Если ты хочешь устоять Слове Божьим, ты должен буквально свою жизнь проволосить, что все, вводимые духом Божьим, суть сына Божия. То есть, что это значит? Если я вожусь духом святым, только тогда я Божий ребенок. Только тогда я Божий сын, и только тогда я Божия дочь. Потому что так говорит Божье слово. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава-Отчи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Божий свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. То есть, у тебя должно быть внутреннее какое-то удостоверение, которое говорит о тебе о том, что твой дух говорит о том, что я получил откровение, что я являюсь сыном Божьим, что я являюсь дочерью Божьей. Это Бог мне сказал через Слово Свое, и в этом у меня нет никаких сомнений. Никто меня никогда не убедит в обратном. Я есть Божье Дитя. Я могу обращаться к Богу, Ава, Небесный мой Отец, Папа, входить к Нему во святая святых и иметь с Ним самые близкие, прекрасные взаимоотношения. А если дети, то и наследники, то и наследники Божьи, и наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, я могу так сказать, почему там написано страдание, даже если ты не страдаешь, живя на этой земле, ты все равно страдаешь. Но если сравнить твою жизнь с той жизнью, которая нас ожидает на небесах, по-любому страдаем, понимаете? Потому что просто на самом деле, так посмотришь направо, налево, и думаешь, о, Господи, хотелось бы какой-то другой жизни. Вот там на небесах нас ожидает такая жизнь. Ибо думаю, что нынешние временные, это временные страдания, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас, которая откроется там, на небесах. Такая слава нас ожидает, о котором даже не видел того глаз, не слышал этого уха, что Бог приготовил возлюбленный своим. Так говорит Слово Божие. И 19 стих. Давайте мы будем внимательными. Ибо тварь с надеждой, что значит тварь, это не что-то оскорбительное, это просто на старославянском слово творение, то есть то, что Бог сотворил. Тварь, творение с надеждой ожидает откровения сынов Божих. И вот сегодня мое откровение, да, я делюсь свежим откровением, ожидая откровения сынов Божих. Потому что тварь, всякое творение, покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его. И ее в надежде, по воле дьявола. Ну, я просто поясняю. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению к свободу славы детей Божих. Что и сама тварь, творение освобождена будет от рабства тлению к свободу славы детей Божих. Рабство тления. На сегодняшний день запущены законы энтропии или законы саморазрушения. То есть, после грехопадения Адама и Евы включились какие-то определенные законы, которые до этого не работали. То есть, человек был предназначен для вечной жизни. И потом мы сейчас, мы рабы тления, потому что вот на этой земле нет ничего вечного. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью. Там, на небесах, мы будем жить вечно. Так говорит Божье Слово. И нам надо верить Богу. Не кому-то, да, кто-то сказал, да. Мы верим тому, что написано в Божьем Слове, потому что это Слово живого всемогущего Бога. Скажи аминь. Потому что это так. Вы знаете, вот сегодня мне хотелось бы поставить вот на этом акцент. Кто-то ожидает, что мы будем пребывать в откровении. Что такое откровение вообще, да? Я хочу сказать, откровение это очень просто. Это то, что тебе открыл сам Бог. И апостол Павел восклицает, это не кровь и плоть не открыли. Это я сам лично, если помните, он пишет о вечере Господней, о трапезе. Он говорит, я сам лично и принял от Господа Бога моего Иисуса Христа о том, что в тот вечер и начинается перечислять то, что он, не зная лично Иисуса Христа по плоти, он получил лично в Духе. И потом преподавал это, трапезу Господнюю. У апостола Павла было что? У него была чрезвычайность откровения. Не просто откровения, чрезвычайность откровения. И он писал, что чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений своих. У этого человека была чрезвычайность откровений. Что это? Это чрезвычайность откровений, это говорит о том, что апостол Павел очень близко знал Бога, он очень знал Иисуса Христа, имел с Ним очень близкое взаимоотношение. И вы знаете, феномен молитвы, Он говорит о том, что молитва – это общение, это диалог с Богом. И чем я ближе знаю Иисуса Христа, чем чаще я бываю в своей тайной комнате, чем чаще я падаю на колени, обращаясь к Нему, чем лучше всего, конечно, постоянно. Если я пребываю вот в этом, то у тебя появляется дар или способность слышать даже тихий голос Иисуса Христа. Я хочу сказать, что чаще всего Иисуса Христа – тихий голос, потому что Он сегодня не в молнии, Он сегодня не в громе, в веянии тихого ветерка, Библия говорит. Он говорит тихо. И вы знаете, кто говорит тихо? Когда мы там где-то с кем-то далеко, мы перекрикываемся обычно, мы кричим. Когда у нас отчаяние, когда у нас какая-то беда, мы начинаем вопиять к Богу. Но именно это говорит о том, что между нами пропасть. Когда между нами пропасть, есть нужда, чтобы орать, чтобы вопиять, чтобы кричать. Но когда мы близко знаем Господа, нет нужды кричать, нет нужды орать. Мы можем говорить тихо. Иисус нас слышит. Влюбленные люди, да, они, сегодня мы слушали влюбленные пары, да, которые благодаря семинарам будут еще более влюблены, и мы будем стараться это, в нашей церкви будем это умножать, укреплять. Влюбленные пары, они разговаривают шепотом чаще всего, да, они слышат шепот друг друга, потому что они очень близки. Бог хотел бы развить с нами именно вот эти взаимоотношения. Когда Он говорит шепотом, мы Его слышим. И когда мы говорим даже шепотом, мы знаем, что Он все равно нас слышит. Потому что у нас мы развили с Ним очень близкие взаимоотношения. И вы знаете, вот откровение – это то, что Бог открыл своему сыну или своей дочери. И благодаря вот этому откровению человек сам сперва начинает более смело, свободно двигаться вот в этом духовном мире, в котором на самом деле, если не знать Слово Божье, мы как будто бы двигаемся без светильника. Псалмопевец Давид так и восклицает. Слово Твое есть светильник для ноги моей. В духовном мире это освещает мой путь, и я могу смело двигаться даже в темноте. «Если я живу не по Божьему Слову, я буду постоянно в духовном мире спотыкаться, падать, еще раз вставать, спотыкаться и опять падать». Без Слова Божия мы как слепцы, которые уходим и обязательно рано или поздно упадем в какую-нибудь яму. Это то, что говорит Иисус Христос. Если слепой ведет других слепых, они обязательно упадут в яму. Сегодня я хотел бы, как я уже вам обещал, немножко так посмотреть, заглянуть в книгу «Псалтырь» и рассмотреть с вами самый длинный псалом, псалом номер 118. Давайте мы все вместе откроем. И этот псалом, он очень особенный. Как вы помните, как называется последняя книга Библии? Откровение, да? Я думаю, что эту книгу неспроста поставили в самый конец. То есть был определенный такой синод, когда просто посоветовались и поставили в конец книгу, книгу, которая носит название «Откровение». Вот когда идет какой-то концерт или какая-то программа, в конец кого мы ставим? Нелли знает. Нелли арт-служение, да? В конец мы ставим самого сильного. То есть он завершает программу. Это кульминация. Это какое-то развитие. В конце Библии поставлена книга, которая завершает. То есть это кульминация, это откровение. Это то, что апостол Иоанн получил на острове Патмос, апоколепсис. То есть это то, что ему Бог лично открыл, что будет, что было, что есть и что будет. И разворачивается такая картина, которая описывает, что будет в последние времена. Откровение. Насколько важна книга Откровения. 118-й псалом. С первого стиха я начну. И вы знаете, я сразу хочу сказать, что вот в этом послании, вот в этом псалме слово Откровение встречается 25 раз. Я думаю, что это неспроста, правда, да? Что вот, ну, просто один всего лишь псалом, 25 раз там встречается слово Откровение. Оно там подчеркивается. Я хочу сразу вам сказать так, что Давид это был особенный человек. Он был по сердцу Бога, так написано. То есть он очень близко знал Бога. Богословы все, как один, говорят о том, что такое чувство, что этот человек был крещен Духом Святым. Что он был ведом Духом Святым. Еще в те ветхозаветные времена был человек, который водился Духом Святым. Который есть что? Мы помним, что это все водимые Духом Святым, суть Сыны Божьей. Он водился Духом Святым. Почему он водился Духом Святым? Потому что у него было Откровение. Когда он что-либо предпринимал, он шел и советовался с Богом. И он говорил, Господи, идти ли мне на войну с филистимлянами? И Бог ему отвечал о том, что иди. Если Бог говорил, иди, он шел. Если Бог говорил, не иди, он не шел. И потом даже более подробно Давид, он слышал о том, что вот сейчас не иди, собери свои войска, а когда ветер падет, когда ветер падет над тутовой рощей, только тогда двинься. Тогда знай, что сам Дух Господний будет идти перед тобой, и ты одержишь победу, великую победу. И Давид воевал с малым числом и побеждал такие колоссальные армии, о которых просто... В это даже не верится. Я когда читал Библию, я говорю, ну как можно с горской людей победить тысячную армию, например, и что о Давиде восклицали, что Саул побеждает тысячи, а Давид побеждает сколько? Десятки тысяч. Ну как вот в это можно поверить вообще? А потому что с Богом. Аминь. А потому что с Господом все возможно. И вы знаете, здесь Давид пишет, «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его». Я хочу сказать вам, кто слышит откровение, кто получает откровение? Те, кто ищет Его всем своим сердцем. Кто получает откровение Господнее? Все, кто ищет Его всем своим сердцем. Вот эти люди с 3 стиха, они не делают беззаконие, ходят путями Его, Божьими путями. Ты заповедовал повеления Твои хранить твердо. И смотрите, Давид учился по своей жизни ходить и двигаться откровением. То есть, если Бог мне скажет, я пойду. Если Бог мне не скажет, я не пойду. Если Бог скажет, вот это сделайте, я это сделаю. Если Бог не скажет этого делать, я не буду этого делать. И когда Бог ему говорил, он шел и делал это. Новый Завет говорит о том, что Дух Святой сказал диакону Филиппу, «Иди на дорогу, которая пуста». Ну, а что туда идти? Ну, она же пустая дорога, там никто не ходит. Но Дух сказал, я пойду. Он пошел и совершил очень большое такое действие. Через него уверовал один такой, знаете, знатный вельможа, царедворец, хранитель казны. И я верю в то, что через... Ну, чем более влиятельный человек уверовал, стал христианином, чем больше его влияние, может, так сказать, становится христианским. человек вельможу веровал, и потом в своей стране, в Ефиопии, он, конечно же, проповедовал со своей высоты, со своего, можно сказать, авторитета, он проповедовал об Иисусе Христе, о том, что, да, я лично встретился с этим Иисусом, который спаситель всех. С 9 стиха. Давид опять же пишет о себе. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Это его путь. Хранение себя по слову твоему. Он делится своим опытом. Всем сердцем моим ищу тебя. Это опыт Давида. Он искал Бога всем своим сердцем. Поэтому он был так близок к Богу. Он был по сердцу Бога. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня устамом твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. По пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Смотрите, ну кто-то радуется, что в лотерею там выиграл миллион, да? Давид радуется, что он получил откровение. Говорит, для меня это миллион. Вот это настоящий миллион. Тот, кто получил там миллион в лотерею, завтра уже этого миллиона, ну просто не будет, потому что те деньги, которые вот так просто вот так, ну так даром, короче, откуда-то свалились, они так быстро вот так расходуются. А вот откровение от Бога получить, это настоящее богатство. Я радуюсь об этом, как о невероятном каком-то богатстве. Получить откровение, это означает получить какую-то драгоценность от Бога, что-то сокровенное, то, что вот на самом деле только от Бога получить можно и только в тайной комнате. То, что на самом деле может спасти твою душу, то, что на самом деле тебя обогатит, то, что на самом деле тебя сделает не только благословенным, но и благословением для целой нации, для целого народа. Кем и чем стал царь Давид? Потом он стал царем. Он был юношей, который хранил себя, послал Бога, исполнял заповеди, хранил уставы Бога. Пришло время, Бог садил его царем, царем над Израилем. 22 стих. «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид восклицает. «Сними с меня поношение и посрамление, потому что этого человека на протяжении всей жизни каким только образом не срамили. Кто-то в него кидал камнями, кто-то его пытался скинуть с трона, его личный сын Авесолом восстал, против него постал восстание. Какие-то оскорбления, бесконечные дворцовые интриги. Что-то за спиной говорят. Давид восклицает. «Сними с меня поношение и посрамление». Почему? Потому что я храню твои откровения. Когда ты хранишь откровения Бога в своем сердце, в принципе, ни то поношение, ни то посрамление, они на тебя не действуют. Вот эта грязь, она просто до тебя не долетает, потому что Бог, Он тебя хранит. 24 стих. «Откровение твои, утешение мое». Давайте мы сегодня просто проникнемся, насколько важно откровение. Потому что если вы сегодня поймете, если вы сегодня выйдете из этого знала, получив откровение об откровении, то вы будете самым богатым человеком. У вас появится мотивация молиться. Потому что молитва – это не просто что-то какое-то такое религиозное или ритуальное. Надо молиться. Вот надо молиться. Если надо, то не надо. Бог никого не пытается как-то принудить или как-то заставить. Вот надо молиться. Да не надо молиться. Именно с такой мотивацией, что надо молиться. Очень важно, когда в молитве что-то сокрыто. Я хочу через молитву войти в самые близкие взаимоотношения с Христом. Я хочу получить откровение. Я сегодня делюсь и своим также опытом. Потому что что для меня такое откровение? Меня так научили. С самого моего уверования. У меня был очень благословенный наставник. У меня был очень хороший пастор. У нас с Наташей была очень хорошая духовная наставница, которая нас очень хорошо, четко наставляла. И нас учили советоваться с Богом через жертву Иисуса Христа в Божьем присутствии. Советоваться по каждому вопросу. То есть вот тебе что-то непонятно, мы идем в тайную комнату, мы начинаем молиться. Господи, вот как здесь поступить? Вот я сделаю так, как ты мне скажешь. Вот так поступить? Тишина. Может быть, вот так поступить? Тишина. Вот так поступить? И вдруг в сердце мое приходит мир. Я понимаю, что Богу приятно, если я поступлю вот так. Или Богу приятно, что я скажу вот так. Или Богу приятно, Он дает мне мир и благодать на что-то, на какое-то такое действие. И я понимаю, что Бог ответил мне. Я иду, делаю и получаю через это благословение. И я понимаю, что я угодил Богу, потому что поступил по заповеди. Потому что заповедь на болгарском языке звучит довольно точно. Заповедь – это приказ. То есть буквально повеление Бога. Вот сделай вот так. Вот сделай так, и получишь благословение. Мы получили такой оплюнный навык. Для меня откровение – это что-то услышать в тайной комнате, то, что Бог просто прошептал на ухо. Иногда это четкая инструкция. Через какое-то время я начал получать целые проповеди. Вот можете себе представить? Я начал получать целые. Трехчасовая проповедь. Я говорю без остановки. Я не готовился. Я говорю три часа. И я сам своими человеческими мозгами понимаю, это невозможно. Это то, что приходит прямо с небес и проходит через мои уста. Это откровение. Сейчас я просто делюсь откровением. То есть я просто позволял Богу говорить. И вы знаете, люди получали какое-то колоссальное благословение. Потому что сразу, мгновенно приходило Божье присутствие. И никто не сомневался, что Бог говорит. И Богу воздавали всю славу. Просто это только сосуд, а Бог мне сегодня сказал. И вы знаете, почему люди шли за Давидом? К Давиду кто собирались? Я хочу сказать, на современном языке, может быть, это прозвучает даже как-то некрасиво, оскорбительно. К Давиду собирались отревий буквально. Просто какие-то недостойные, обиженные, оскорбленные люди. Люди, от которых вообще общество отказалось. Люди, от которых просто избавились. Люди, которых преследовали. Это преступники. Это просто какие-то немудрые люди. Просто которых на самом деле... Идите куда-нибудь. К Давиду идите. У него там все вот такие. И вам там найдется место. И вот такие люди окружили Давида. И почему они последовали за Ним? Потому что они четко знали, что Давид живет по откровению. Потому что сам Бог говорит ему, Давид идет, встает и поступает по слову Господня. И всегда ему содействует какое-то благоденствие, благоволение, удача, победа. Так, конечно, я буду с человеком, который Божий. Который идет, следует за Господом. Который ведется, на самом деле, откровением. И люди прилеплялись к нему. Они буквально вот так налеплялись. И об этом, кстати, Давид пишет. Именно в этом салме. С 24 стиха. Откровение Твое, утешение Мое и уставы Мои. Советники Мои. Ну, конечно, если ты получил Слово от Господа, и ты не сомневаешься. Это твой советник. Сегодня Дух Святой для нас кто? Он советник. Он есть Дух утешитель. Он тот, кто советует. Он призван так. На самом деле, это ипостась Бога, которая призвана служить нам. И вот это, конечно, в этом сокрето невероятная Божья любовь. Иисус пришел, царь царей пришел, для того, чтобы стать нам слугой. Еще одна, да, на самом деле, какая-то тайна, которая говорит о том, что насколько Бог нас возлюбил, насколько сильно, насколько безмерна его любовь. Царь, который пришел для того, чтобы послужить мне. Нам за это до конца нашей жизни надо быть благодарными. И не превозноситься в своей душе, а сказать так, что если царь мне служит, то, конечно же, и я буду служить ему. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову твоему. Вот здесь сокрыты такие таинства, да, если ты в депрессии, если ты повержен, если ты унижен, если ты оскорблен, у тебя есть всегда выход. У тебя есть Иисус, который всегда тебя оживит по слову Ему. Он даст тебе слово, которое тебя исцелит, которое тебя подымет, которое тебе самое главное, оно оживит тебя, оно даст тебе жизнь. Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Что это значит? Господи, вот я хочу совершить вот такой путь. Вот у меня есть какие-то пленые планы. Господи, эти планы угодны тебе? Если они угодны тебе, я так поступлю, я пойду по этому пути. Но если эти планы тебе не угодны, Господи, если этот путь, который я тебе объявил, он не угоден, пожалуйста, предупреди меня, убери, избавь меня. Вот так жил Давид. То есть на самом деле здесь молитва. Молитва Давида. Давид делится своей молитвой. Вот я вот так молюсь. Вот так я открываю сердце перед Богом, и Бог меня слышит, и Он меня вразумляет. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Смотрите, здесь Давид открывает, что вот я объявил свой путь. Бог, дай мне уразуметь твои пути на самом деле. Если этот путь угоден тебе, дай мне знать, что это твой путь. И потом, когда Давид пошел по этому пути, он уже размышляет о чем? Он размышляет о Божьих чудесах. Потому что на этом пути, который Господь благоволил, обязательно тебя ждет Божье чудо. Аминь. Аллилуйя. Поэтому будем ходить путями Господними. Потому что на наших человеческих путях ты чудо не найдешь. Это обычные человеческие пути, на которых тебя будет ждать только одно сплошное разочарование. Потому что это пути не Божьи. 31 стих. Я всегда говорю о том, что это один из моих любимых стихов Библии. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня. То есть я никогда не буду стыдиться того, что я прилепился к откровениям Божьим. Потеку путем заповедей Твоих. Знаете, потеку. Что это говорит о том? Что это значит, ты вошел в какой-то поток, и этот поток тебя буквально понес. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня. Не буду этого стыдиться. Потеку путем заповедей Твоих, когда ты расширишь сердце мое. Когда ты подставил свой сосуд, свое сердце под поток Святого Духа, сердце в твое расширилось, и тебе стало легко исполнять Божьи заповеди. Легко. В заповеди Господня написано нетяжкие. Когда ты наполнен силой Святого Духа, когда ты прилепился к откровениям, заповеди становятся нетяжкими. Тебе легко их выполнять, потому что ты выполняешь их силой Святого Духа. Сам Господь через тебя начинает их исполнять. Он помощник, Он в тебе. Ему это нравится. 33 стих. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь мне анестезию заповедей твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. Какой прекрасный стих. Вот если выбирать о том, что просто или что-то какая-то корость, что-то, от чего я могу получить прибыль, или Господь мне предлагает, вот если ты пойдешь вот этим путем, если ты будешь молиться, ты получишь откровение, и потом пойдешь по этому пути, там тебя ждет чудо. И Давид всегда выбирал откровение. Откровение. Насколько для него это было значимо. 41 стих. Да придут ко мне милости твои, Господи, спасение твое по слову твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово твое. Иисус Христос говорит, когда повлекут вас на суды, не думайте, о чем вам говорить, потому что сам Дух Святой будет говорить через вас. Давид, опять же, теологи говорят, вот такое чувство, что этот человек лично знал Иисус Христа, хотя Иисус Христос еще не пришел. Но кто такой Иисус Христос? Иисус Христос – это предвечное Божие Слово. Когда Давид пишет о том, что слово твое, он говорит об Иисусе Христе. Для него это было на самом деле так. Для него Христос – это была реальная личность. Хотя Иисус Христа тогда еще о нем никто не слышал даже. Только пророки говорили о том, что придет. 45 стих. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеление твоих. Смотрите, как прекрасно. Написано, что праведный смел, как лев, а нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится. Это на самом деле. Вот этот стих он подтверждает. Буду ходить свободно, как лев. Получил откровение, страх всякий уходит. Потому что, а кого мне бояться? Если со мной Бог, если Бог во мне, если Он идет передо мной, кто против меня может быть? Если с нами Бог, то кто против меня. Потому что тот, кто в нас, Он сильнее того, кто в этом мире. Буду говорить об откровениях твоих пред царями, и не постужусь. На кого это похоже? Это похоже на апостола Павла, потому что он имел такую же чрезвычайность откровений, и он говорил перед царями. А Давид это был сам царь. И он и другим царям, я могу так сказать, что другие цари съезжались, чтобы послушать, а нет, они послушать приезжали, да, мудрость царя Соломона, но Давида слушали, можно так сказать, побежденные цари, потому что Давид, Давид это был такой полководец, плюс к тому же, который одержал бесчисленное какое-то количество каких-то, невероятных, сверхъестественных побед. Пораженные цари, да, они видели о том, что вот этот царь какой-то особенный, он нас побеждает каким-то непонятным образом, да, их мало, они нас побеждают. 49 стих, сейчас я начну читать уже побыстрее, потому что просто здесь на самом деле просто какие-то стихи повторяются, вспомни слово твое, крабу твоему, на которое ты повелил мне уповать, это утешение в бедствии, да, если у тебя есть бедствие какое-то, это утешение. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Гордые и крайне ругались надо мной, но я не уклонился от закона твоего. Даже если тебя гонят, даже если тебя преследуют за твою веру, не уклоняйся от закона Божьего во Христе Иисусе, потому что Иисус принес совершенный закон. 53 стих, ужас овладевает мной при виде нечестивых, оставляющих закон твой. Вы знаете, на самом деле это ужасно, когда особенно христиане оставляют свою веру, отрекаются, да, и начинают куда-то там ходить, там по каким-то другим богам. Вот для меня это очень большой ужас. Вы знаете, или вообще оставляют Бога. По Ветхому Завету это одна из форм безумия, на самом деле. Тот же псалмопевец Давид восклицает и сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот в те времена не верить в Бога или сказать так, что Бога нет, ну то есть быть атеистом, это считалось формой безумия. То есть люди о нем могли сказать, это сумасшедший человек. Вы слышали, что он говорит? Он говорит, нет Бога. Он сумасшедший, он сошел с ума. Потому что все понимали, что Бог есть, потому что Бог был явлен в Израиле, все видели Его чудеса, все видели Его славу. И просто вот на самом деле при всех тех знамениях и чудесах, которые Бог совершил в Израиле, и потом после этого сказать, извините, но Бога нет. Ну надо быть просто на самом деле по-настоящему сумасшедшим. Ночью, 54 стих, «Уставы твои были песнями моими на месте странствования моих». Когда, знаете, получаешь откровение, твоя душа начинает петь, она начинает прославлять Бога. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Просыпаешься ночью, дух Тебя наполнил, Ты встаешь, начинаешь славить Бога, начинаешь молиться, благодарить, петь песни. Он стал моим, ибо по велению Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем». Как часто Давид Твоя сказали, всем сердцем. Насколько это важно любить Бога всем сердцем, искать Его Бога всем сердцем, молиться Богу всем сердцем, потому что Бог не приемлет твоей души. Богу не нужна только твоя часть. Богу нужно все, потому что Он приготовил для тебя все. Это справедливо. Давайте мы пойдем дальше. «Размышлял я о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим». Смотрите, куда Давид обращает свои стопы. К откровениям. «Спешил я и немедленно соблюдать заповеди Твои. Бог повелел, Давид исполнил. Все эти нечестивых окружили меня». Понятно, что дьяволу это не нравится. Вы знаете, вот просто Иисус Христос вот по этому поводу говорит «Непрестанно молитесь, чтобы вам не впасть в искушение». В молитве сокрыта какая-то колоссальная сила. То есть, когда я молюсь для того, чтобы получить откровение, чтобы получить что-то от Господа, когда я получил откровение, я вооружен, я наполнен, я наполнен силой, я наступаю, враг бежит. И это говорит о том, что я живу в победе. Если я перестал молиться, что происходит? Я начинаю ослабевать. Мой дух начинает угошаться. Дух Святой начинает угошаться. Моя жизнь входит в какое-то состояние упадничества. Приходит враг и начинает меня атаковать. Приходят соблазны, искушения. Все. Как следствие того, что ты перестал молиться. Давайте мы это запомним. Господи, что-то в последнее время у меня какие-то соблазны пошли, какие-то искушения. А ты молишься? Ну, нет, что-то в последнее время что-то и некогда. Работы много, суета. Ну, это твой выбор, извини. Потому что, на самом деле, Иисус сказал нам постоянно молитесь, непрестанно молитесь, чтобы не впасть в вам искушение. Вот только нам надо сегодня уловить, что религиозно молитва, она не помогает, она не работает. Ну, то есть, выучи там какие-то там катехезисы, какие-то молитвенные какие-то кодексы или просто читай их вот так. Но это не работает. Очень важно молиться Господу всем сердцем. Молитва – это твое обращение к Богу. Ну, Господи, вот я не могу без тебя. Откры ему свои пути, откры ему свои желания, откры ему свою боль, откры ему свои страдания. Иисус услышит тебя. Если ты только молишься вот с таким настроем, я хочу услышать Иисуса. Я хочу лично иметь общение с Иисусом. Ни через пасторя, ни через проповедника, ни через книгу, ни через телевидение. Я хочу развивать личные взаимоотношения. Ну, что, да, недавно праздновали реформацию, и там написано, что только твоя вера. Только вера, но имеется в виду только твоя личная вера. Ты не спасёшься по чьей-то вере. Аминь или не аминь. Вот у меня там в роду там был такой священник, наверное, поэтому я спасусь. Это ложь. Тебя спасёт только твоя личная вера. Аминь или не аминь. Только твоя личная вера. Поэтому тебе надо развивать личные взаимоотношения с самим Господом Иисусом Христом. Библия говорит о том, что это возможно. Библия говорит о том, что это истина. Библия говорит о том, что это правда. И в этом нет никакой лжи. В полночь вставало славословие тебя за праведные суды твои. Когда мы находимся в хороших взаимоотношениях с Иисусом, мы видим, как Иисус судит, Он вступается за меня. То есть там меня кто-то что-то оскорбил. Я вижу, что просто происходят суды Божьи, и я за это, конечно же, славлю Бога. Потому что я вижу, что Бог за меня вступается. 63-й. Общник я всем, боящимся тебя и хранящим повелением твоим. Общник. То есть Бог начинает прилипать к Давиду кого? Всех тех, которые также боятся Бога и всех тех, которые также хранят повеление, откровение Божие. Аминь или не аминь. Все те, которые хотят жить Богом. Бог нас объединяет, умножает, прилипает, начинает прилагать спасаемых в церкви. Когда у церкви одна душа и одно сердце. У церкви, которая имеет личное откровение. У церкви, которая лично вразумляется Богом. У церкви, которая лично вводится Иисусом Христом. У церкви, которая вводится Духом Святым. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня усталом Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня. Доброму разумению, да, мы имеем разум Христов. И ведение, то есть ведение это вводиться. Научи меня вводиться Духом Святым. Ибо западем твоим я верую, повелением твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Здесь Давид говорит о том, что прежде какого-то страдания, то есть до этого, до страдания он заблуждался. То есть он жил как обычный человек, но смотрите, насколько ценно страдание. Когда ты страдаешь за Христалли, когда ты страдаешь ради Бога, или когда ты еще пока ничего не понимаешь, то ты начинаешь, можно сказать, размышлять о законах Божьих, начинаешь искать Бога, и приходит какая-то печаль, какая-то скорбь, какие-то страдания. Новый Завет говорит, печаль по Богу производит неизменное покаяние ко спасению. Аминь или не аминь. Печаль по Богу, а когда начинаешь печалиться, Господи, где ты? Господи, услышь меня. Эта молитва приходит к тебе к личному познанию Бога. «Прежде страдания моего заблуждался, а ныне Слово Твоё храню. Гордость плетает на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить по велению Твоей. Ожирело сердце их, как тук, ожирело сердце их, то есть гордых, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал». Смотрите, Давид говорит, «блаженство мне, что я пострадал, потому что если бы я не пострадал, я бы не познал Бога. Если бы я не прошел через это страдание, через это сокрушение, через это смирение, я бы не научился уставом Божьим. Закон Уствоих для меня лучшие тысячи золота и серебра». Я хочу сказать одно, что Давид был бедным человеком, как вы думаете? Я хочу сказать, Давид был богатейшим человеком своего времени. Это была личность, которая заготовила столько золота для Соломона, для своего сына, на которой он сказал, вот я все вот это навоевал, отвоевал, там щиты, вот все это на храм, на построение храма. Золото было просто не из чести, насколько был это богатый человек. Но этот человек говорил, что закон Уств Твоих, то есть то, что ты говоришь, для меня дороже всякого золота и серебра. Аллилуйя, слава нашему Богу. Сот 74 стих. «Боящихся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое». И смотрите, давайте мы вспомним послание Кремлян, 8 глава, где написано о том, что всякое творение мучается, находясь в ожидании, это я говорю современный перевод, находясь в ожидании откровения сынов Божих. Смотрите, ты идешь в этот мир, если люди, это могут быть, или условно религиозные верующие, это могут быть абсолютно неверующие, это могут быть агностики, это могут быть атеисты, но они наблюдают за тобой, как за верующим христианином, и они видят, смотрите, через этого человека мне Бог проговорил. Я вижу, что этот человек как-то по-особенному благословен. Бог как-то вот, ну, просто видно, что Бог с ним. Что происходит? Понятно, что люди начинают к этому человеку тяготеть, они начинают к нему прилепляться, они начинают радоваться. Боящиеся тебя увидят меня, те, которые боятся Бога, и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Люди начинают радоваться. О, вот мы нашли человека, который с Господом. Мы нашли Божьего мужа, да, мы нашли настоящую верующую жену, да, которая действительно живет по заповедям, которая действительно верующая, она не номинальна, она искренне молится постоянно, и Бог ей отвечает. Она помолилась за меня, и Бог ответил. Через две недели это произошло. Брат помолился за меня, я получил исцеление. Значит, Бог с ним. И эти люди начинают прилепляться. Один из секретов евангелизации. Да, самая мощнейшая евангелизация, которая только возможна. Это не наша проповедь о Царстве, а явить Царство Божие. Не проповедовать о Царстве, а являть Царство Христа на всяком месте. Когда Царство Христа приходит, тьма вынуждена просто убежать. Исцеление приходит. Спасение приходит. Благословение приходит. Воскрешение приходит. Люди начинают оживать. Конечно, люди, они будут прилепляться. В 78 стих. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Очень часто верующих преследуют безвинно. Нет никакой вины. И нас будут преследовать только потому, что мы христиане. Потому что они верят в какого-то Бога. Потому что они не грешат вместе с нами. Потому что они не блудят вместе с нами. Какие-то они особенные, что-то о себе возомнили. И мы начинаем их каким-то образом гнобить, уничижать, преследовать. Разносить про них всякую грязь, которая вообще к этим людям не имеет. К верующим людям никакого отношения. Иисус об этом нас предупреждал. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. О, смотрите. Кого Бог объединяет? Бог объединяет тех, которые боятся Бога, и которые тоже знают откровения Божии. Аминь. Церковь это собрание людей, которые получают откровения. Которые Иоанн восклицает. Вы имеете помазание, и сие помазание учит вас. Вы не имеете нужды в том, чтобы кто-то учил вас. Каждый из вас, желание апостола Иоанна было, чтобы каждый из вас был научаем лично Богом. Об этом говорит Слово Божие. Тогда это непобедимая армия. Когда лично каждый вводится Духом Святым. Эта армия из 30 человек будет непобедимой. и она будет загружать тысячечные армии. Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении твоем. Уповаю на слово твое. Истаивает очи мои о слове твоем. Я говорю, когда ты утешишь меня. Душа моя истаивает. Знаете, на самом деле, очень важно сохранять свое спасение. Очень важно умножать что-то. Дьявол это и есть такая личность, которая, Слово Божие говорит, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Если ты не бодрствуешь, дьявол приходит в твою жизнь. Он обязательно приходит. Он приходит что? Я сейчас говорю о верующих христианах. Дьявол есть как рыкающий лев, который ищет, кого бы поглотить. Это написано или я что-то придумал? Он может прийти к верующему человеку для того, чтобы он начинает зондировать. И попытается сперва что-то украсть. Он пытается, это та личность, которая ворует. Первое, что он пытается украсть у тебя, он хочет, конечно же, украсть свое благословение. Твои какие-то, на самом деле, знания, которые ты получил из Библии, из общения о том, что если я буду вот так поступать, у меня будет такое благословение. Если я буду так поступать, у меня будет такое благословение. Дьявол начинает лгать и пытается тебя обворовать. Второе, что он хочет, он хочет подвести тебя к погибели, ну в том плане, что погубить. Он подводит тебя к какой-то физической смерти. С тобой могут происходить какие-то такие вот, ну всякие разные ситуации, которые, ну я здесь чуть не погиб, я здесь чуть не погиб, потому что дьявол есть написано, человек-убийца. Его задача такая, одна из задач. Но самая главная его задача это какая? Он пришел украсть, убить и что еще? Вот это самая главная его цель, это погубить твою душу. Самая главная цель погубить твою душу. Кто такой Иисус Христос? Иисус Христос пришел для того, чтобы дать тебе спасение, спасти твою душу, чтобы ты в этом спасении укоренился, утвердился, чтобы твое спасение было незыблемое. Иисус Христос это та личность, которая пришел тебе дать не просто жизнь, он пришел, чтобы дать тебе жизнь и жизнь какую? С избытком. Насыщенной жизнью. Иисус пришел не для того, чтобы дьявол ворует, а Иисус пришел для того, чтобы тебя обогатить, сделать тебя духовно богатым на всех уровнях, чтобы ты был сыном великого царя. И навсегда надо это помнить, о том, что дьявол пытается меня обморовать, просто на самом деле он лжец, я ему этого не позволю. Я защищен, я имею защиту, Иисус мне дал жизнь, жизнь с избытком, моя душа утверждена во спасении, ничто мне не повредит, Иисус всегда со мной. 88 стих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить. Давид. Насколько Давид вцепился в это откровение, насколько он жил этим откровением, насколько он хранил откровение Божие. 93 стих. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я». Скажи Богу, если сможешь. Я твой. Я хочу сказать, в этом сокрыта такая тайна, тайна благочестия, тайна посвящения, тайна спасения. Потому что именно тогда, когда ты говоришь, Господь, я Твой, ты можешь сказать, Бог, Ты мой. Только тогда. Поэтому как можно чаще говори, Господь, я Твой. Все мое Твое. Я сам себе не принадлежу. Я Божий человек. Спаси меня, ибо я взыскал повеления Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровение Твои. Аллилуйя. Нечестивые, ну, это их задача. Они идут по научению дьявола, они только, ну, просто у них свой дух. А моя задача углубляться в откровение Божие. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Твоя заповедь безмерно обширна. Мы, христиане, по каким мы заповедям живем? Возлюби Господа Бога всем сердцем. Вот я хочу сказать о том, что вот возьми всю мудрость всей земли, и эта мудрость не сможет сравниться с этими двумя заповедями. Это предел всякого совершенства. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, и возлюби близнего своего, как самого себя. В этом весь закон и все пророки. Так Библия говорит, так Слово Божие говорит. Никакая мудрость не устоит. Человеческая мудрость. Предел всякого совершенства. Такое чувство, что Давид знал Иисуса. Он знает Иисуса. Он пишет невероятные вещи. 98. Я уже заканчиваю. В заповеди Твоей Ты садил меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. То есть, какой бы враг против тебя не стоял, пусть это сам дьявол, ты будешь мудрее его, если ты живешь по откровению, если ты живешь по заповеди Божьей. Я стал... Что дальше? Пишет Давид. Разумнее всех учителей моих. Кто из вас может сказать? У меня было столько много учителей прекрасных. Я могу засвидетельствовать. В моей жизни было очень много евреев, учителей. Самые невероятные учителя. Ну, просто это такое какое-то знание. Опять же, тоже сверхъестественное какое-то. Но я хочу сказать о том, что ты можешь сказать, вот ты возьми всех своих учителей, которые наставляли, учили тебя. Если ты живешь по откровению Божьему, ты мудрее всех учителей, взятых вместе. Потому что откровение – это когда тебя лично Бог научает. А Бог, Он мудрее. Правда, да? Он мудрее всех мудрецов, взятых вместе на этой земле. Сто. Я сведущ более старцев, ибо повеление Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги Мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь Меня. Как сладкий гортани Мои слова Твои, лучше меда уста Моим. Как сладкий гортани Мои слова Твои. Откровение, вы знаете, это очень сладкое. Вот кто получил откровение? Поднимите руки. Это сладкое? Это сладкое переживание, когда ты лично получаешь откровение. О, Господи, я знаю, как мне поступать. Ты мне лично открыл. Пошла, сделала, и это все. У тебя там рот полный меда, но на самом деле там руки липкие. От меда, да, вот я хотел вам задать. Если ты руки медом испачкал, чем можно отмыть? Олег говорит, облезай, да, Оля тоже. Я хочу сказать о том, что мед – это самое лучшее моющее средство. Не надо его ничем отмывать. Просто иди под водой вот так сполосни, у тебя руки будут чище, чем после самого лучшего моющего средства. Вот это мед, да. Вот это откровение, оно как мед. Оно на самом деле очищает твой душ, оно насыщает тебя. Это самое лучшее такое питательное средство. По велениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Конечно, там дьявол подходит, говорит, да нет, вот так. После того, как ты получишь откровение, ты просто вот эту ложь, ты будешь видеть издалека, ты будешь ее ненавидеть. Что это? Это просто ничтожество какое-то. Кого вы там пытаетесь обмануть? Вся вот эта ложь, это такая мерзость пред Богом. 107. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. 111. Откровение Твое я принял, как наследие навеки. Аллилуйя. Откровение Твое я принял, как наследие. Это наше наследие, потому что мы дети Божьи. Ибо они, веселье сердца моего, откровение они дают счастье, они делают тебя абсолютно счастливым человеком, потому что ты лично имеешь с Богом общение, с Творцом. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое упомаю. Удалитесь от меня без закона, буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, буду жить. Не посорви меня в надежде моей, поддержи меня и спасусь. И в уставы Твои буду вникать, не пристану, углубляться, углубляться, копать, пока не докопаешься до скалы. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгорь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои, потому что только там спасение, в общении с Господом. 125, я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. 129, дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Что такое дивны? Когда ты чему-то очень сильно удивляешься. Каждый раз, на самом деле, Бог, если ты получаешь откровения, ты каждый раз будешь удивляться. Ты будешь удивлен, ты будешь восхищен. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Здесь не надо быть каким-то мудрым, или сверх каким-то образованным. Наоборот, надо откинуть свои знания. Апостол Павел Василисает, я все то, что было для меня привилегией, преимуществом, я почитал это все читой, ради превосходства познания Господа Бога моего. Ради откровения от Иисуса все то, что было для меня преимуществом, я все почитаю читой. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди Твоих жажду. И еще немного. 138. Откровения Твои, которые Ты заповедовал, правда и совершенная истина. Аллилуйя. Истина – это Иисус. Иисус дает откровения. 144. Правда откровений Твоих вечно. Скажи вечно. Потому что вот откровения, они дают мне вечную жизнь, они делают меня вечным человеком, они делают меня вечным сотворцом. Вы знаете, наша сущность – это быть творцами. Бог – Он творец. И вы знаете, вот если ты что-то в своей жизни не творишь, тебе становится очень быстро скучно. Вот, например, я сколько раз говорил с бизнесменами, которые говорят о том, что, знаешь, вот мой бизнес состоит в том, что продал, ну там что-то, потом опять поехал куда-то, что-то купил, сюда привез, немножко там накинул, опять продал, потом опять… Ну, говорит, это настолько тупо, вот нет никакого творчества. И мне стало от этого, мне просто вот, ну, стало так вот от этого просто вот скучно, какая-то тоска. Мне хочется творчества. Бизнесмены вот, ну, на самом деле, вот так делились. Мне хочется творчества, мне хочется там что-то творить, потому что в нас это заложено. Мы хотим творить, потому что на самом деле мы сотворены по образу и подобию Его. Вчера мы говорили, в чем отличие Ветхого Завета от Старого Завета. Если по Ветхому Завету мы сотворены по образу и подобию Божьему, то по Новому Завету образ Божий живет в нас. Аллилуйя. Если по Ветхому Завету нам дана власть только на земле, владычествуйте, да, над рыбами морскими, то по Новому Завету нам дана власть и на земле, и на небе во Христе Иисусе. Слышите меня? Какая колоссальная власть. Поэтому Он говорит, все то, что вы свяжете на земле, будет связано так же и на небесах. Все то, что развяжете на земле, будет развязано так же и на небесах. 148. Отчим мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Смотрите, Давид, он перестает спать ради того, чтобы просто предупредить утреннюю стражу, чтобы войти в эту молитву, насколько это важно, насколько это ценно, молиться, да, чтобы получить откровение. Он стяжает. Господи, я хочу. Я хочу углубиться в Слово Твое. Услышь голос мой по милости Твое. Он, Господи, он обращается. Это его молитва. По суду Твоему оживи меня. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истины. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. У Давида есть колоссальное знание. Он говорит, близок Ты, Господи. Как много людей сегодня, даже христиан считают, что Бог где-то очень далеко. Наверное, он не слышит мои молитвы. Я уже столько раз молился, и Бог не отвечает на мои молитвы. Давид, который псалмопевец Ветхого Завета, он говорит о том, что Господь близок. Он рядом. Он всегда рядом. Он всегда слышит. Он смотрит на Твою искренность. Он смотрит, ищешь ли ты во всем сердцем. Он смотрит на Твою жажду. 152. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. 157. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слово Твоего. Быть отступником – это очень страшно. Отступиться от своей веры, оставить веру отцов, перестать ходить в церковь, перестать молиться, перестать читать Слово Божие. Это страшно, это очень страшно, потому что дьявол не дремлет, его задача, как мы уже говорили, погубить. 162. Радуйся Слово Твоему, как получивший великую прибыль. Скажи прибыль. Радуйся Слово Твоему, как получивший великую прибыль. Какую прибыль мы сегодня имеем, когда мы читаем Божие Слово? Когда мы молимся, когда мы входим в общение святых, когда мы поехали вместе куда-то, пообщались, взаимобогатились, получили откровение. Семикратно в день, смотрите, что Давид пишет, семь раз в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Сегодня кто-то может сказать, какое там правосудие, какие суды, Бог не слышит, Он не вступается за меня. Давид семь раз благодарит Бога за то, что Бог вступается за Него, Бог слышит Его молитвы. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Скажи, велик мир. Иисус, Иисус, то, что Он нам обещает, Он говорит, дам вам мир, не тот мир, который мир вам может дать, свой мир вам даю, и мир этот будет совершенным миром, непоколебимым. Когда ты получаешь откровение от Иисуса, ты получаешь совершенный мир в своем сердце. Когда ты любишь Его законы, когда ты исполняешь Его заповеди, твой мир становится непоколебимым. 167. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Скажи крепко. Возлюби откровения крепко. Вот кто хотя бы один раз получил откровения, он уже не сможет от этого отказаться. Это самое сладостное, это самое приятное, и это надо крепко возлюбить. Все, я уже последние два стиха. Храню повеления Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по Слову Твоему, вразуми меня. Аминь. И вы знаете, даже если твоя молитва начинается с вопля, потому что ты чувствуешь, что Бог далеко от тебя, потому что у тебя какая-то скорбь, потому что тебе кажется, что Бог тебя не слышит, молись до тех пор, пока твоя молитва не перейдет в шепот, когда ты не услышишь тихий голос Иисуса Христа, когда совершенный мир не придет в твое сердце, когда радость не придет в твое сердце. Это критерий истинной и эффективной молитвы. Давайте мы это запомним. Пришел мир, значит Иисус мне ответил. Пришла радость, значит Иисус, Он ответил, Он благоволит, Ему это приятно. Все, иду и смело делаю. Господи, тебе угодно пути Твои, я намереваюсь, у меня есть бизнес-план, составил, по полочкам там разложит, Господи, я приношу, Господи, угодно Тебе. Приходит мир, все, смело начинай свой бизнес. Господи, я собираюсь в какое-то странствие. Вот Яков об этом очень четко пишет. Вот вы надменные, вы говорите, поеду туда или сделаю то. Говорите так, говорите же так, если Господу будет угодно, и что еще? И жив буду. То, что ты живешь на сегодняшний день, это великая милость Божия. То, что ты сегодня утром встал, проснулся, да пришел на служение, это великая Божья благодать. Мы все живем при изобилующей милости, потому что воистину он нас долго терпит, потому что если бы его милость, я еще раз повторю, эту мысль, хотя бы на долю секунды отошла от нас, никого бы из нас не было сегодня в живых. Мы живем сегодня только по его милости. Слава нашему Богу. Сегодня я ставлю очень большой акцент, ну, почему я сегодня уделил так много внимания откровению, потому что я считаю, что важнее этого ничего нету для христианина. Если я имею откровение, значит, я имею личное общение с Иисусом Христом. Если я имею личное общение с Иисусом Христом, исполняю повеление, я вожусь тогда Духом Святым, я делаю то, что Он мне говорит. Если я вводим Духом Святым, значит, я являюсь Сыном Божиим или Дочерью Божьей. Значит, я христианин. Значит, я дитя Божие. Значит, это не просто какие-то пустые слова. Значит, это истина. Аминь. Я живой. Аллилуйя. Давайте мы сегодня склоним наши сердца перед Иисусом. Аллилуйя. Скажи Иисусу, Иисус, дай мне иметь, давайте мы просто повторим эти слова, Иисус, дай мне иметь личное откровение от Тебя. Научи меня молиться Тебе всем сердцем. Научи меня искать Тебя всем сердцем. Научи меня любить Тебя всем сердцем. Дай мне познать прямо сейчас Твою любовь. Твою любовь ко мне. Насколько Твоя любовь безгранична. Ведь Ты возлюбил меня всем сердцем. Лично ради меня Ты оставил небеса. Ты оставил свой трон. Ты смотришь на меня, как на драгоценную жемчужину. И Ты не пожалел для меня всей своей жизни и положил душу свою за меня. Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за то, что Твоя любовь, она прямо сейчас расширяет мое сердце. я потеку путем заповедей Твоих в этом океане любви, в этой полноводной реке, потому что Твоя любовь пролилась в наши сердца Духом Святым, данным нам, чтобы нам быть детьми Божьими и чтобы нам взывать Ава-Очь, мой небесный Папа. Спасибо Тебе за Слово Твое, за Твои заповеди, во имя Твое. Иисус Христос, мой Господь и мой Бог, я Твой и Ты мой. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава нашему Богу, слава нашему Иисусу, хочу еще этим предоставить слово еще для одного свидетельства. Давайте мы поприветствуем брата Эдуарда. Удаарда. Б not privacy. Аминь. Аминь.